Добрый день, вышивальный YouTube! Меня зовут Тамара и в сегодняшнем видео хочу показать, что у меня творится в рукодельной жизни, наконец-то. Да, мои видео сейчас выходят реже, но, если честно, мне это даже подходит. То есть, те, кто снимают, наверное, знают, что снимать видео, это занимает время, время на подготовку, на съемку, на монтирование и так далее. И по это время можно успешно использовать для вышивки. Раньше у меня видео выходили каждую неделю, более или менее старались каждую неделю, чтобы у меня выходило видео. Сейчас не так и не потому, что у меня нет тем или нет, что снимать, но я решила, что я это буду скомпоновать. То есть, то, что у меня есть, буду скомпоновать и видео будет выходить реже. И, конечно, то время, которое я сэкономлю, я буду использовать для вышивки. Вот так. Так что, думаю, что тем, кто мои видео нравятся и то, что я показываю, все равно будут смотреть видео реже, но дольше. То есть, они будут длиннее. Вот, начну с моего, как я называю это, маленькая победа в гигантском дизайне. Да, я вышла замок Сан-Суси. То есть, сам замок, не весь дизайн, потому что дизайн называется замок и сады Сан-Суси. Давайте напомню, что это за дизайн. Я извиняюсь, что я показываю на планшете, но я не распечатывала превью, потому что это не вышитая работа. Превью, вышитая работа, это тоже скрин, не имеет никакого смысла. По крайней мере, для меня не имеет никакого смысла. Если я хочу смотреть, как это выглядит наяву, я уже сказала, что есть два сшива на сайте chatelaine-gallery.com. Есть два сшива этого дизайна. И я сказала, что в Инстаграме есть вышивальщица. Кстати, я на этот раз точно оставлю ее координаты в инфобоксе, потому что в прошлом разе... В прошлом... Когда я говорила об этом, я забыла оставить координаты. У нее вышито, если я не ошибаюсь, где-то досюда. Может быть, она вышла еще, но давно ничего не показала. Так что для меня то, что я вижу, те немного фотографий, что я вижу, для меня полезнее, чем вот это превью. Превью просто так для себя, чтобы я, как говорится, сориентировалась. И вот как это выглядит. Для меня это не мандала, несмотря на то, что дизайн на chatelaine слабится мандалами. Это все-таки некий такой сэмплер, вид сэмплера. Вот. В прошлый раз, когда я вам показала этот дизайн, у меня было вышито небо. Вот оно шло. Это небо у меня очень-очень долго. То есть почти 4 месяца. И это нехорошо, потому что это было 3% всей работы. Если честно, я была уверена, что работа так у меня и будет продвигаться медленно. То есть я не достигну никакой быстроты в этой работе. Не отчаивалась. Потому что, знаете, как бы это не работа, это не норма. Я никому ничего не должна. То есть если работа не идет быстро, пусть это так и будет. Но не тут-то было. Потому что в очередной раз, знаете, ребенок был в школе. Я сказала себе, ну что вышивать. Я подумала, нет, давай я возьму все-таки дизайн Шателейн и буду потихоньку начать как бы вышивать крышу. Начала вышивать, не крышу, как ни странно, не крышу. Начала вот отсюда вышивать, потому что здесь через одну клеточку тот же цвет. То есть этот, эти, потому что это крыша все-таки. Вышивается довольно легко. Потом пошла, вышла всю рамку и все. Я заметила, что я вышивальщица вот рамок, вот всего этого, что повторяется. Не знаю, как сказать. Меня это не угнетает. Для меня это, я не знаю, это симметрия, это правильности. То есть вот это я вышиваю быстро, четко, без ошибок. И когда у меня была вышита рамка, я сказала, ну, наверное, остановлюсь. Но нет, не смогла. Вот знаете, на следующий день, когда хотела взять другой процесс вышивки, нет, руки сами подтянулись. И я сказала, ну, если бы эта работа идет, давай я буду вышивать до той степени, когда я больше не захочу брать ее в руки. Вы не поверите, я вышила весь замок. И здесь много работы. Это вау, и это для меня очень большая победа. Кстати, вот все это, я сказала уже, что этот дизайн выпускался как этот класс project в 24 части. У меня здесь вышито, вы не поверите, 2 части из 24. Но, но, давайте буду честна, что дальше, вот покажу, что дальше, мне кажется, что все остальные части, это меньше работы. То есть, например, следующая часть, которую я буду вышивать, это вот как бы рамки и внутри эти две статуи. Я уже посмотрела на них, вроде бы не тяжелые, потому что рамки обрамляются крестиком, и внутри там есть бисер, есть рисовый стежок. И эти статуи, вроде бы тоже не тяжелые, хотя лица их вышиваются пяти там. Я была немножко удивлена, но как-то так. Потом следующая часть, это будет третья, получается. Четвертая будет вот этот сад. В этом саду тоже как бы крестика немного, здесь есть вот шовчики. Эти все деревья вышиваются шовчиками. То есть, более или менее, мне кажется, что остальные части не будут такими огромными, как этот. Потому что здесь, кстати, небо не было одной части. Мне было так интересно. Получается, что все небо, которое я показала вам в прошлом видео про эту работу, это не была первая часть. Почему-то я была уверена, что я вышла первую часть. Ну, нет, первая часть, это вот эта часть крыши. Не знаю, на английском называется, такой вид крыши называется дом, купол, что-то в этом роде. И вот эта часть, видите, вот эта часть. То есть, крыша, получается. Это была первая часть. Потом вторая была все это. И уже, кстати, это тротуар, получается, что перед замком. И я когда увидела, сказала, ну, ничего себе, как-то так. Почему это вышивалось быстро? Я так думаю. Потому что здесь много крестика, обычного крестика. Потому что этот крестик, здесь нету одиночек. То есть, здесь вышивается, это как бы архитектурная часть работы. Вышивается быстро и много повторяющихся элементов. Здесь есть очень много, три четверти крестиков. Вот где есть вот эти вещицы. Я, конечно, сниму как бы поближе и покажу детали. Вот это три четверти крестика. Их много здесь. Но они логические и они повторяются. Поэтому я как бы первые два вот этих элемента я привыкла, что к чему. А потом остальные даже иногда даже не смотрела в схему. То, что, конечно, это упрощает. И да, Олга, если смотришь это видео, спасибо тебе большое еще один раз за перенабор, за сагу. Потому что без саги, конечно, я понимаю, что я бы вышила это намного-намного медленнее. Кстати, я оставлю в инфобоксе координаты Ольги, инстаграммные, потому что она делает сагу на мандал. И, конечно, другие работы, но для мандал не все берутся, потому что это тяжелее. Вот. И, то есть, сказал уже крестик, три четверти крестика. Полукреста здесь не было. Здесь бэк довольно тоже много бэка, но бэк тоже как бы что-то логичный. Да, и вы смотрите, сколько линий вот таких прямо прямых. Да, здесь нету никакого просто знаешь, где остановиться и все. Цветов бэка тоже немного. Очень много черного было. И уже здесь белого вот этих окнов, витражей. И вот эти большие французские окна тоже был белый этот бэкстич. Здесь, не помню, какого-то цвета тоже был маленький такой, немножко так бэкстича. И здесь, да, вот это я последний сделала, был бэкстич. То есть, бэкстича много, но он делается опять быстро и логично. То есть, вот эти окна я, внутри этот белый бэкстич первый, второй я уже знала как. Следующий я даже не смотрела в схему, как это делается. И, конечно, это делает тебя работать быстрее. То есть, ничего супер вау здесь нету. Если бы вы вышивали, вы, наверное, тоже так быстро... И у вас было бы время, вы тоже так быстро бы вышивали. То есть, я не говорю, что я сделала там что-то вау. Здесь были стежки. Вот алжирские глазки. Здесь их много и они маленькие. Но они такие красивенькие. И этот так круто выглядит в эту работу. Это, кстати, вот эти алжирские глазки, именно вот эти, они мне заняли очень много времени. Несколько часов, честно. Но я не смотрела в схему, потому что знала уже, как это делается. Смотрела фильм, кстати, когда их сделала. И да, здесь есть надпись sans-sousi. Это на французском. И здесь всё это делается, всё это пишется вместе. Бокстичем, я не знаю, если видно. Да, вот видите, видно. Это пишется вместе. Хотя в фотографиях я видела, что в оригинальном замке, на оригинальном замке, это пишется как два слова. Это на французском sans-bés и sousi, сousi это забота, без заботы. То есть, это означает без забот. То есть, когда ты проводишь время в этом замке и его садах, у тебя нет никаких забот. Ты забываешь про всё на свете. Да, я начала говорить про шовчики. То есть, здесь был алжирский глазок. Здесь есть родос, стичес, родос. Родосики. Под окнами по три делаются они. То есть, быстренько делались. И ещё в этом тротуаре, или кем является перед замком, есть тоже алжирские глазки. Но они не полные. То есть, вот здесь есть половина алжирского глазка. И вот здесь, в этих элементах, здесь есть по четверти алжирских глазков. Вот, как-то так. Это видно, я уже сказала, что постараюсь снимать поближе. Но нет терпения показать вам, как всё это выглядит. Того шовчика, которого я жду, и которого я никогда не делала. Это, как это называется, это знаменитый шовчик Мартина Джессика. Да, вот Джессик будет аж в этом саду. Вот здесь будут Джессики. Вот здесь я их буду практиковать. Потому что здесь есть рисовый стежок. Но я его тоже, как бы, делала до сих пор. То есть, он для меня не новый получается. Ничего тяжёлого здесь нету. То есть, для человека, который вышивал, как минимум, Джесснан, как минимум, Виктория Сэмплер, я думаю, это будут семечки. То есть, шовчики, это не тяжело. Просто то, что я здесь делаю, я вышиваю медленно. Я вышиваю внимательно, чтобы не распарывать. Я ужасно, я и так ужасно не люблю распарывать. Но здесь вот распарывать прям не хочется совсем. Поэтому я вышиваю медленно, считаю, смотрю, чтобы не ошибиться. И, как бы, чтобы потом не распарывать. Тем не менее, получается, как бы, продвигать довольно хорошо работу. И да, вот здесь появился, наконец-то, бисер. Потому что до сих пор бисера не было. Здесь в небе были только биконусы. Бисера тоже немного. Кстати, вот две большие части работы вышиты, но бисера до сих пор было немного. Я не знаю в будущих, потому что я не рассмотрела внимательно, если бисера там много. Но пока что бисера немного. Есть 501, тот знаменитый бисер, потому что он покрыт золотом 24 карат. По крайней мере, не так говорят. И он ужасно дорогой. Вот перед этим центральным... Потому что это окна двери. Здесь есть этот бисер. И вот здесь есть по одной бисеринке. Было тут тоже немного, получается. Этот бисер я выложила вертикально. Не знаю почему. Архитектурально мне показалось, что это лучше. То есть я видела до сих пор, я смотрела внимательно про бисер. Кстати, как бисер улаживают те вышивальщицы, которые вышивают Шаттелейн. И большинство, так как я заметила, большинство пришивают его горизонтально. Здесь мне почему-то показалось, что вертикально он выглядит естественнее, что ли. И уже здесь, в этом тротуаре, здесь был зеленый бисерочек. Кстати, вот этот зеленый бисерочек я уже выложила горизонтально. То есть у меня будет целая каша, но для меня это не проблема. Потому что это не бисер не рядом. Он разного цвета, он в разных элементах. Поэтому я не думаю, что это плохо выглядит как-то. Вот. Так что, да, две части у меня вышиты. Я прям счастливо радуюсь, что работа тронулась с места. И что самое главное, что я вышиваю это с очень-очень большим удовольствием. То есть вот эти материалы, вся эта техника. Я не боялась. Вот один аспект, которого я боялась, что я буду вышивать для результата. Я очень не люблю вышивать для результата. Когда тебе очень нравится то, что получается, но ты не получаешь удовольствие от процесса, самого процесса. Я это очень не люблю. У меня редко это бывает. Поэтому я... То есть то, что получается, мне очень нравится. Даже с первого, как бы сначала. Но я очень боялась, что я буду вышивать этот трудно. И мне не будет нравиться процесс. Но нет, слава богу, нет. Процесс прям очень-очень приятный. Нитки очень классные. Я сейчас покажу по материалам. Потому что я использовала новые материалы для меня. В смысле, что я первый раз использовала нитку Gloriano Florimel. Я до сих пор не использовала ее. Сейчас покажу. Давайте сразу покажу, потому что так понятнее. Вот есть обычная Gloriano. Есть Gloriano Florimel. Вот она. Да, организация, кстати, у меня вот такая. На тех же бобинках я наматываю нитку. И иголка вот здесь. И так и будет дальше. Потому что вот для... Здесь все нитки, которые были нужны, я улаживала в отдельную коробку. Вышивала. Здесь, кстати, нужны были вот и другие ниточки. Я для вот этого тротуара как бы сделала в другую коробочку. Коробочку быстро сделала себе организацию. Вышивала. Сейчас для следующего этих двух квадратов я буду отдельные материалы для себя вынимать. Потому что я поняла, да, здесь очень много ниток. Но они используются в отдельных частях. Так что иметь большой органайзер со всеми ниточками не имеет смысла. То есть у меня организация будет по этапам. Меня не раздражает, как бы вот что в этих бобинках есть иголка. Потому что их немного я вышиваю, убираю. Другие появляются. Кстати, вот уже из этих двух частей несколько ниток. Немного, но они ушли уже из процесса. Вообще их не нужно. И это очень удобно. Так вот, что я поняла, что этот флоримел, если я не ошибаюсь, но если взять один-два-трестич, он стоит примерно как обычный, как обычная глориана. Та шестиярдовая. Но здесь меньше, здесь пять ярдов. И она не из того же шелка. То есть шелк, которого покрасили, это оверосла. Все, наверное, те, кто вышивает сэмплеры, знают шелк оверосла. Так вот это вышивается из шелка оверосла. Прикольно, прекрасно, но он толще, чем обычная глориана. Здесь тоже нужно вышивать в две нитки. И немножко крестики толкаются. Попробовала вышивать в одну нитку. Жидковато. То есть в одну нитку мало, в две нитки много. Но все-таки я вышила в две нитки. И вот где эта нитка использовалась. Вот у меня как это вышло. И, кстати, вот что я поняла, что у всех вышивальщиц, которые будут вышивать эту работу, некоторые части работы, они будут выглядеть немножко по-другому. То есть у меня вот эта нитка, вот такая расцветка была. У другой вышивальщицы, я смотрела, по-другому выглядит. Ну, понятно, что нитка такая же, но это выглядит по-другому. Потому что другой кусочек, покраска, другой лот, знаете. И это круто вообще-то. Вот здесь тоже получится по-разному, мне кажется. Потому что здесь окраска двух ниток тоже очень такая быстро переходящая. Вот. И еще новую нитку для себя, которую я использовала, это... Ой, как это будет? Wildflowers. Karen. Karen, но это не Water Lilies, это Wildflowers. То есть Wildflowers до сих пор я не использовала. Я использовала, использую обычную Wild Water Lilies, которую вы знаете, она есть и в дизайнах Noor Corbett, в Миробилиях вообще Noor Corbett. Здесь есть тоже во всех почти дизайнах есть обычная Gloriana. Я использовала Gloriana Impressions в одну работу в сапожке от Just None. Но вот Gloriana Wildflowers сейчас использовала. Это не шелковая, это такая шерстяная, такая толстенькая. Вот ее нужно вышивать точно в одну нитку. И она тоже немножко... Ее нужно было вот здесь и вот здесь. Она тоже немножко толкается так. Для 32-го дизайна она толкается. Предполагаю, что на 28-м она будет смотреться... Крестики будут смотреться лучше. Здесь они толкались. Ну, тоже интересно. Знаете, новые ниточки, новые впечатления. Вот. И уже про организацию сказала, что вот так и... Вот, как у меня бабинки. Просто нету под рукой. Я уже раздербанила все, что было. Как бы для этого... Для этих двух частей я готовлюсь для следующей части. Вот, как это было. Мне это удобно. Я уже сказала, что так и будет дальше. И, кстати, вот бисер до сих пор. Вот этих двух цветов. Вот этот золотой, про который я сказала. 501-й, я с ней не ошибаюсь. И он не только в этой работе. Он есть и в других работах. Его использует. Он дорогущий, но его использует. И вот этот зеленый использовала. Что я хочу еще сделать? Маленькие такие наклеечки, знаете. Чтобы я наклеила где-то. Чтобы я знала какой это цвет. Потому что сейчас я знаю их две. Но бисером больше. По мере того, как он мне нужен будет. Я его здесь буду высыпать, знаете. И чтобы я не ошиблась. Вот. Так что с организацией как-то так. Работа у меня продвигалась до сих пор как-то так. Продолжу. Пока что у меня есть желание вышивать. Продолжу вышивать эту работу. Но. Но. Буду обращать внимание и на другие дизайны. Потому что другие дизайны. Как бы другие страдают. И если честно. Если честно. Я не думаю, что у меня будет уже этот пыл, жар вышивать эту работу. Будет и дальше такой. То есть. Я продолжу. Но я уверена, что мне уже не удастся вышивать так быстро. Так увлеченно. Потому что вышивала довольно много. Долго и усердно. Вот. Что я хотела показать. Следующая часть. Третья. Это вот рамки. Получается эти два. И статуи. Вот это и эта статуя. То есть. Я буду приступать к третьей части. Потому что так логично. Знаете. Будет и вышивать эту часть. Будет четвертую. Получается. Сад. И уже. Логично. Вся работа будет передвигаться вниз. Пока что. Я не сделала себе. Чтобы у меня получилось. Вышивать эту работу за два года. 24 части. 24 месяца. Как это Мартина хотела. Нужно по. Почти. Пять процентов в месяц. Почти пять процентов в месяц. У меня сейчас. Вот. Получается. Конец. Мая. И у меня есть. 12 процентов. То есть. Ну. Я. Я еще. Норму свою. Как бы. Если считать так. Я норму свою не вышла. Так что. Я не уверена. Если у меня получится. Вышивать по. Той схеме. Которую Мартина предлагала. Может быть. Получится. Как-то. Если другие части. Будут. Такие большие. Будут вышиваться. Быстрее. Может быть. Я догоню. Но. Посмотрим. То есть. Норму я себе не сделала. Да. Было бы идеально. Вышивать вот эти. Почти пять процентов в месяц. Как она. Как. Это было бы нормально. Но. Нет. Посмотрим. С этой работой. Я уже вижу. Что норма не работает. Вот. Так что. Не знаю. Когда. Но. Надеюсь. Что в следующем месяце. Я буду показать вам. Еще продвижение. По этой работе. Продолжение следует. И несмотря на то. Что дизайн от Shuttle Line летит. Все таки я хочу начать. Новые проекты. Потому что есть. Есть проекты. Которых. Мне не терпится начать. Как вот этот. Да. Это Lily Sampler. Я показала недавно. В покупках. Сказала. Что долгое время. Хотела. Боялась. Что не смогу. Его вышивать. Но. В конце концов. Решилась. Купила. И сразу. Хочу. Начать. Lily Sampler. Дизайн. Сэнди Уортон. Выпуск. Dimensions. Многие знают. Я думаю. Что. Много. Говорить. Об этом. Сэмплере. Не надо. Все знают. Единственное. Что я хочу вам сказать. Что я буду менять. Какие у меня изменения будут. То есть. В дизайне. Вот такая ткань. Это. Если я не ошибаюсь. Это. Моника. От. Чарлз Крафт. То есть. 28. Каунт. В моем случае. Я буду менять. На. Бритни Луганна. Цвет 309. Машум. Называется. То есть. Я уже. Показала. В покупках. Что. У меня есть. Почти все. Дизайны. Этих. Панелек. Четыре. Сэнди Уортон. Одна. От. Нанси Росси. Я хочу вышивать всех. По этому тканю. Я хочу. Чтобы она у меня была. Одинаково. Поэтому. Я меняю на эту ткань. Которая у меня будет. Во всех дизайнах. Хотя. Если бы я вышивала. Только. Один этот дизайн. Я точно вышивала бы. На эту ткань. Знаю. Что. Вышивальщицы. Которые вышли на оригинальную ткань. Очень хвалили ее. Сказали. Очень. Даже. Приличные. И хорошие. Еще. Вот эти бусины. Которые. Виси бисер. Которые. В оригинальном наборе. Знаю. Что они хорошего качества. Все жаловались. Я буду менять. На вот. Такой. Сжей Дизайнс. И такой золотой. Буси. Бисер. Бусин. Он двухмиллиметровый. Кстати. Я хочу использовать. Во всех. Панелях. Где нужен золотой бисер. То есть. Во всех. Использовать один и тот же. Калибр. И цвет бисера. Еще. Вот эта золотая нитка. Это нитки. Кстати. Вот видите. Она у них. Тонюсенькая. Такая. Обычная. Я хочу. Я хочу. Эту нитку. Менять. Креник. 0022J. То есть. Четверка. Это будет. Во всех. Опять. Дизайнах. Где нужен. Будет. Золотая. Нитка. Чтобы она. Опять. Была. Такого. Же. Тона. И. Как-то так. Сейчас. Буду. Разбирать. Нитки. И. Начать. Сам. Процесс. Нитки. Вот такие. Три. Немного. Их. Кстати. Вот. Три. Такие. Три. Да. Три. Такие. Узилка. Нужно их. Разбирать. И смотреть. Что. К чему. Так. Что. Я хочу. Начать. Этот. Дизайн. И. Еще. Два. Мои. Старта. Это. Так. Называемые. Старты. По плану. То есть. Поем. Сезонные. Старты. Я. Вышиваю. Этих. Пирамидок. От. Джаснан. Вышивала. До сих пор. Трех. То есть. Посталось. Летние. Это. Summer. Wings. Летние. Как это будет. Летние. Крылья. Что ли. И. Вот. Такой. Пин. Здесь. Красивый. Бабочка. Нет. Здесь. Материалов. Я не собрала. Потому. Что. Здесь. Легко. И. Куча. Нет. Демси. И. Ткани. 28. Аккаунт. Blue. И. Спар. Я буду использовать этот. Голубой. Лед. Как называется он. Ice. Blue. И. Из. Как бы. Эмбедишментов. Кроме. Этого. Пина. Еще. Вот. Такой. Бисер. Есть. Peanut. Битц. Как они. Назвают. Это. И. Вот. Такой. Еще. Бисерочек. Они. Вышиваются. Быстро. Обычно. Приятно. И. Это. Будет. Как бы. Последний. Дизайн. Этой. Серии. И. Второй. Дизайн. Из. Другой. Серии. Это. Сезон. От. Деби. Мам. Которые. Вышли. Под. Это. Милл. Милл. У. Меня. Будет. Лето. Да. Схема. Выглядит. Вот. Так. Потому. Что. Когда. Я. Показала. В. Покупках. Две. Такие. Схемы. Я. Купила. На. Эбэй. Потому. Что. Были. Семья. Лешминт. Пайком. Потому. Что. Потому. Что. Опять. Мне. Нужен. Был. Имбэнешмент. Так. Здесь. Есть. Вот. Такие. Трэжерс. Такие. Этот. Трэжерс. Они. Красные. Такие. Не знаю. Как их назвать. Бисер. Бисер. Бусина. Или как. Но. Они. Вышедшие. Из производства. То. То. Есть. Их купить. Я. Их не нашла. Я пыталась. Я их не нашла. Нашла. Эмбэншмент. Пэк. По хорошей цене. И сказала. Что. Выгоднее купить. Так. Чем искать. Вот. Тех. Кроме этого. Вот. Здесь. Нужно. Такой. Нужен. Такой. Восьмой. Восьмой. Номер. Тоже. Такой. Бисер. Большой. Все. Это было. В пэке. И. Уже. Бисер. Обычный. Бисер. Петит. Все. Это было. В пэке. И. Да. Схема. Ужасненькая. Но. Она. Такая. Была. Я. Буду. И. 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 Даже. Знаете. Вот. Эта часть. Где трава. Здесь. Нужно. Немножко. Так. Мучиться. Вот. Дом. Деревья. Нетрудно. Вышиваться. Это. Потому что. Большая часть. Вообще-то. Это. Больше. Вышиваешь. Здесь. Чем. Здесь. Вот. Вышиваться. Будет. На. Ткани. По. Ключу. Это. Джобелэйн. Который. Рекомендуется. Цвет. Типов. Уже. Потому что. И. Ткани. Хотела. Тогда. Искать. По. Ключу. Блубел. 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 Зывается. Красивый. Буду. Наверное. Если. Вы. Помните. Предыдущую. Я. Вышивала. Как бы. В центре. Вот. Так. Здесь. Наверное. Буду. Вот. Так. То есть. Маленький кусочек. Останется. Для. Какой. То. Что. Это. Двадцать. Весми. Аккаунт. Это. Для. Какого. То. Джесс. Она. Будет. Окей. Малютки. Для. Честно. Она. Будет. Окей. Красивый. Вот. Так. Что. Да. Лето. Начинается. И. Я. Хочу. Эти. Два. Дизайна. Вышивать. Потому что. Я. Сезонная. Вышивальщица. И. Таких. Дизайнов. Сезонных. У. Меня. Появляются. Я. Купила. Схемы. Сейчас. Потихоньку. Добываю. Все. Что. Нужно. И. Когда. Все. Будет. Собрано. Я. Покажу. Вам. Наверное. Еще. Одну. Серию. Сезонных. Дизайнов. Которые. Я. Собрала. И. Которые. Собираюсь. Вышивать. На протяжении. Следующих. Лет. То есть. Да. Я. Собираюсь. Вышивать. Такие. Сезонные. Дизайны. Которые. Скорее. Всего. Будут. Оформляться. В одну. Рамку. И. Будут. Меняться. Потому. Что. Ну. Реально. Все. Оформлять. И. Все. Взвешивать. Это. Это. Нереально. Вышивать. Хочется. Вот. Так. Что. Это. Все. Что. Я. Хотела. Показать. Вам. Сегодняшнем. Видео. Надеюсь. Вам. Было. Интересно. Надеюсь. Вам. понравилось. И. Увидимся. В моих. Следующих. Видео. До тех пор. Пока. Пока.